Для численных расчетов, для вычислительных задач, эти ограничения устройства магнитных лент и магнитных барабанов несущественны на самом деле. В чем реально состоят потребности людей, которые считают большие задачи на компьютерах? Во-первых, это задачи, которые требуют большого времени. На самом деле, для того, чтобы получить требуемые результаты, серьезные вычислительные программы, это обычно программы моделирования, глобальные моделирования, они должны работать долгое время, недели, месяцы, годы. То есть требуется использовать, ну понятно, что что бы там люди ни говорили про 24 на 7, на 365, на постоянную готовность, это, конечно же, на самом деле не бывает в жизни. То есть безотказных вычислительных систем не бывает. И поэтому для того, чтобы было какое-то продвижение, для того, чтобы результаты не пропадали, которые были получены во время предыдущего счета до сбоя, нужно сохранять частичные результаты во внешней памяти, чтобы при возникновении непредвиденных сбоев можно было продолжать выполнение расчетов с последней контрольной точки. И легко видеть, что такое контрольная точка. Ну, на самом деле, проще всего представить это, если что-то считается методом сеток, да. Нужно просто взять вот текущую сетку, до которой мы сейчас дошли, и вот ее сохранить во внешней памяти. То есть последовательно записать, сделать дамп основной памяти во внешнюю память, и при перезапуске нужно назад прочитать в основную память последовательно с магнитной лентой, лучше всего последовательно содержимое последней контрольной точки. Вторая традиционная потребность численных программистов — это максимально большой объем основной памяти. То есть, вот сколько я себя помню, всегда вычислительным программистам не хватало памяти. Всегда. Это было, когда была БСМ-6, значит, у нее сначала была, в БСМ-6 сначала была основная память 32 килослова. То есть, умножьте на 6, 192 килобайта. Очень маленько. Мало говорили программисты, нужно больше. Когда БСМ-6 как бы уходила с арены, у нее была основная память 256 килослов. Все равно было мало. Появились машины ДЭК в Советском Союзе. У них было 2 мегабайта основной памяти. Ох, как здорово, говорили программисты численные. Но через год они говорили, нам этого не хватает. И так было всегда, на самом-то деле. И есть сейчас тоже. И для чего нужна большая память? Ну, во-первых, конечно, это нужно уметь работать с большими данными. Например, делать те же самые сетки очень большого размера. И, во-вторых, надо сами программы большого размера обеспечивать. И поскольку объем доступной основной памяти был недостаточным, требовалась быстрая внешняя память для того, чтобы можно было либо организовывать оверлей. Вы что-нибудь про оверлей знаете? Просто интересно, знаете. Кто-то знает. Хорошо. Или, соответственно, виртуальной памяти. Значит, для этого идеально подходили магнитные барабаны. Ну, потому что известен такой факт, что, значит, какие бы алгоритмы управления виртуальной памяти не использовались, если реально используемый объем виртуальной памяти в три раза превышает объем доступной основной памяти, это плохо. То есть возникают тогда всякие неприятные эффекты перегрузки области свопинга и так далее. То есть для расширения основной памяти одной программы большой объем внешней памяти не требуется. Интересно, что даже если вычислительная программа должна обрабатывать большой объем данных, при программировании можно придумать такое расположение этих данных во внешней памяти, чтобы программа работала как можно быстрее. То есть на самом деле численным программистам, ну, по крайней мере, я так думаю, я не уверен, что они согласились бы сейчас со мной, но тем не менее, однако, для численных программистов поддержка работы с внешней памятью со стороны операционной системы или других системных программных средств не обязательно, а скорее даже вредна, потому что она вызывает дополнительные накладные расходы, которые замедляют работу вычислительной программы. Однако все не так для информационных систем. В них объем постоянно хранимых данных определяется спецификой бизнес-приложения, а потребность текущих данных определяется пользователем приложения. И в этом случае только магнитных барабанов и магнитных лент оказывается недостаточно. Барабаны слишком мало данных могут хранить, чтобы обеспечить необходимые объемы хранимых данных, а использование магнитных лент в оперативном режиме меняет их в последовательной природе. От информационных систем требуется высокая и средняя скорость выполнения операций при наличии больших объемов данных. Требования к устройству внешней памяти со стороны бизнес-приложений вызвали появление устройств внешней памяти со съемными пакетами магнитных дисков и подвижными головками чтения записи. И это явилось революцией в истории вычислительной техники. Вот это одно из первых устройств хранения данных на магнитных дисках той же самой компании IBM. Вот тут наверху лежит пакет магнитных дисков съемный. То есть вот там под крышкой есть шпиндель, на который можно этот пакет поставить, он начинает крутиться. И в устройстве есть пакет магнитных головок, который ходит между поверхностями этого магнитного диска. Значит, устройства хранения данных на магнитных дисках обладали существенно большой емкостью, чем магнитные барабаны. За счет наличия нескольких магнитных поверхностей обеспечивали удовлетворительную скорость доступа к данным в режиме произвольной выборки. Удовлетворительную, потому что, конечно, это компромисс. И за счет съемных магнитных дисков позволяли иметь архив данных практически неограниченного объема, поскольку можно было на устройствах менять пакеты магнитных дисков. Первое устройство хранения данных на магнитных дисках, которое появилось в Советском Союзе, с которым я столкнулся, было емкостью магнитные пакеты, были 7 мегабайт. То есть на самом деле по сравнению с магнитными барабанами это гораздо, гораздо больше, несравнимо больше. Через два года появились 29 мегабайтные магнитные диски. Значит, интересно заметить, что при выполнении обмена с магнитным диском, на самом деле аппаратура, вот с таким, с подвижными головками, выполняет аппаратуру три основных действия. Первое действие — это нужно подвести головки к нужному цилиндру. Цилиндр — это как бы вот высекаемое в этом вот цилиндре, под цилиндр внутренний, дискретным шагом головок. То есть они двигаются дискретно. Насколько они подвинутся, вот, соответственно, появляется цилиндр. Значит, нужно подвести весь этот пакет к нужному цилиндру. После этого нужно дождаться, пока весь этот пакет прокрутится до нужного места, до нужного блока. Значит, вот первое я буду называть Т-подвода головок. Это время поиска блока и, собственно, обмен. То есть, когда включается уже нужная магнитная головка на чтении или на записи, читает или пишет нужный блок диска. Как правило, оказывается, что время подвода головок значительно больше, чем время поиска блока, который, в свою очередь, гораздо больше, чем время обмена. Поскольку подвод головок — это механическое действие, поскольку речь идет о произвольных обменах, в среднем нужно перевести головки на расстояние, равное половине радиуса поверхности, а скорость передвижения головок не может быть слишком большой по физическим соображениям. Мне объясняли это так, что, ну, понятно, да, что чем легче головка, тем ее можно быстрее двигать и быстрее останавливать, но все равно у нее сохраняется какая-то масса. А оказывается, если быстро очень массивный объект передвигать и резко останавливать, он начинает колебаться вокруг этой точки останова. И до того, как можно начать что-то делать дальше, надо дождаться, пока затухнут колебания. То есть нельзя очень быстро это передвигать. Значит, для поиска блока на дорожке требуется прокрутить пакет магнитных дисков в среднем на половину длины внешней окружности, а скорость вращения диска сама может быть существенно больше скорости движения головок, но и она ограничена законами физики. Диски не должны быть тяжелыми. То есть пакет магнитных дисков должен быть достаточно легким. То есть на самом деле его можно делать из легких материалов. Как правило, это какой-то пластик, который намагничивается потом сверху магнитной поверхностью покрывается. Значит, если легкое пластиковое такой пакетик сильно раскрутить, он просто разрушится. То есть у него есть ограничения просто по износу, по тому, насколько можно его закручивать. Вот почему барабаны можно было сильно раскручивать. Это массивные предметы, которые как бы не разрушатся, если их очень сильно раскрутить. Вот на самом деле, как я понимаю, сейчас вот у производителей, по-прежнему у производителей магнитных дисков с подвижными головками, задача-то какая? Собственно, их две. Это, во-первых, добиться того, чтобы можно было быстрее крутить с большей скоростью, то есть материал нужно для этого подыскивать. И, во-вторых, чтобы можно было плотнее запись производить, чтобы как бы больше на одной дорожке помещалось. Ну а для обмена, на самом деле, нужно прокрутить пакет дисков всего лишь на угловое расстояние, которое соответствует размеру блока. То есть это, на самом деле, совсем немножко. То есть из всех этих действий в среднем наибольшее время занимает первое, и поэтому, вот самый главный вывод, что существенный выигрыш в суммарном времени обмена при считывании или записи только части блока, если мы читаем не блок целиком, а кусочек, выигрыш практически получить невозможно. Все равно основное время уходит на подвод головок. Кстати, из-за этого, на самом деле, когда производители как бы свои показатели своих новых устройств приводят, они, как правило, больше всего показывают время последовательного доступа. То есть когда не надо подводить головки, когда они как бы на одном цилиндре или перемещаются только на следующий цилиндр, на один шаг. Вот тогда они показывают максимальную производительность. Собственно, вот в этом вот, на самом-то деле, основное отличие свердотельных магнитных дисков. Там нет вот этого шага. Собственно, и второго шага нет. То есть там работает только электроника. А на самом деле, вот на этих соотношениях очень много в системах управления базами данных, которые рассчитаны на магнитные диски, очень много заточено на то, что подвод головок — это самая дорогая операция. С появлением магнитных дисков началась история систем управления данными во внешней памяти. На самом деле, до того, как появились магнитные диски, каждое приложение, которое требовалось хранить данные во внешней памяти, само определяло расположение каждой порции данных на магнитные ленте или барабане и выполняло обмены между основной и внешней памятью с помощью программно-аппаратных средств низкого уровня. То есть на самом деле, вот на той же БЭСом, даже когда уже были операционные системы, все равно обмены с барабанами и дисками выполнялись фактически на уровне аппаратуры. То есть были специальные системные такие вызовы, как сейчас бы их назвали, но они были очень низкого уровня. Фактически, в современных терминах, это работа на уровне драйвера устройств. Значит, такой режим работы не позволял или очень сильно затруднял поддержку на одном внешнем носителе нескольких архивов долговременно хранимой информации. Вот как мы, например, с этим поступали? Ну, вы знаете, что такое перфокарта? Это такие картонные карточки, на которых пробивались дырочки для того, чтобы вводить данные в ранние вычислительные машины. То есть дырочка соответствовала единичке, значит, пустышка соответствовала нулю. Вот эти перфокарты были очень удобной формы. Такие вот были хорошенькие карточки, плотненькие. И, естественно, программисты их использовали для записей. В том числе, поскольку мы работали с магнитными лентами, ну, проект — магнитная лента. Что нужно хранить для одного проекта на магнитной ленте? Ну, исходные тексты, само собой, да? То есть вот программа. Одно или нескольких программ, которые в этом проекте работают. Несколько версий причем. Нужно хранить пакеты изменений, которые еще не записаны в основной текст. То есть они пока такие дифференциальные изменения. Нужно хранить набор тестов для этой программы, то есть которые требуются для того, чтобы потом ее проверять. Нужно хранить наборы данных для тестирования. И все это на одной магнитной ленте. Никакой системной поддержки нет. Поэтому мы просто на перфокарте писали, что вот с такой-то по такую зону магнитной ленты находятся первые версии текста такой-то программы, с этой зоны вторая версия, с этой зоны текста такой-то программы и так далее. Поскольку несколько проектов, таких перфокарт образовывалась такая небольшая колода, которая всегда должна была быть в кармане. Вот если эта колода терялась, это был конец света. Потому что разобраться с голой магнитной лентой, где, чего и как, это, если и возможно, то на самом деле крайне трудно. Между прочим, аналогичная вещь с перфокартами. То есть до тех пор, пока программа была не очень большой, никто ее на ленту не писал текст. А пользовались просто колоды перфокарт, которые каждый раз выводились, транслировались, компилировались и выполнялись. Значит, на самом деле, был довольно существенен порядок перфокарта. Поэтому в колоде перфокарты нужно было номеровать, чтобы, если ты вдруг уронишь колоду перфокарт на пол, чтобы можно было собрать ее потом в соответствии с этими номерами. Поскольку мы работали в институте радиопромышленности, у нас было довольно много контактов с военными. Правда, военные у нас были безобидные, в основном из космоса. То есть с такими военными-военными мы дел не имели. Но генералы, они есть генералы везде. Генералы очень любят своих подчиненных как-нибудь испытывать. У наших генералов была идиотская привычка подойти к программисту и рассыпать его колоду перфокарта. Соберет ли он или не соберет? Такая проверка. Так вот у нас один умелец в институте придумал, в конце концов, как избежать этого генеральского наказания. И мы стали пробивать на каждой перфокарте адрес, куда ее надо вводить. Чтобы как их не перетасовывай, чтобы после ввода данные попали на нужные места. Так что вот... Ну вообще генералы, конечно, это страшная история. То есть про генералов можно много чего рассказать. Главное, хоть когда-нибудь, хоть один генерал из моих знакомых сделал что-нибудь умное. То есть вот... Не, ну правда был один генерал хороший, которого мне удалось знать. Но он был генерал такой, чисто номинальный. То есть он был на самом деле совершенно обычным доктором наук. Вот только почему-то с погонами. Так вот, кроме того, каждому приложению приходилось решать проблемы именования частей данных на тех же перфокартах и структуризации данных во внешней памяти. И следующим историческим шагом, который на самом деле был произведен почти тогда, когда появились магнитные диски, явилось появление систем управления файлами. На самом деле, правильно говорить, конечно, File Management System. Но сейчас я об этом еще скажу. Значит, с точки зрения программиста приложения, файл — это именованные область внешней памяти, в которой можно записывать и из которой можно считывать данные. Правила именования файлов, способ доступа к данным, которые хранятся в файле, и структура этих данных зависит от конкретной системы управления файлами и, возможно, от типа файлов. Система управления файлами берет на себя распределение внешней памяти, отображение имен файлов в соответствующие адреса внешней памяти и обеспечение доступа к данным. Значит, надо заметить, что термин «файловая система» File System, я даже не помню, но, по крайней мере, очень давно, по крайней мере, начиная с 80-х годов, используется в двух смыслах. Для обозначения как программной системы, которая управляет файлами, то есть подсистема операционной системы, так и архива файлов, которые хранятся во внешней памяти. Конечно, было бы для того, чтобы всегда все правильно понимать, лучше бы использовать в первом случае термин «система управления файлами» и оставить за термином «файловая система» только второе значение. Однако принято файл «система» использовать в двух смыслах и не придется этому следовать, никуда не денешься. Я надеюсь, что будет понятно, что я говорю из контекста. Где будет непонятно, стараюсь уточнять. Аналогичная путаница, которая совершенно, по-моему, недопустима, возникает при некорректном использовании терминов «база данных» и «системы управления базами данных». То есть понятно, что база данных — это некоторый аморфный объект, который не обладает своей активностью. Это всего-навсего нолики и единички, которые хранятся во внешней памяти. И с ними может работать только программа одного рода, которая заточена на работу с этими базами данных. Система управления базами данных. То есть система управления базами данных — это активный компонент, активная единица, которая ничего не может сделать, пока ей не дадут базу данных. А база данных — это пассивный компонент, пассивная единица, с которой ничего нельзя сделать, пока не будет, соответственно, использована нужная СУБД. Вот, казалось бы, здесь нет никаких проблем для того, чтобы это дело использовать корректно и строго. Однако, почему-то в области, как бы сказать-то, мне не хочется говорить профессионалов, потому что, по-моему, это как раз непрофессионально так делать, в области людей, которые занимаются разработкой и сопровождением как коммерческих, так и свободно распространяемых СУБД, каким-то неграмотным шиком является использование термина базы данных в смысле СУБД. Когда-то меня поражали этим мои знакомые из компании Microsoft, но я думал, ладно, Microsoft — это Билл Гейтс, ну что, из гаража вышли, в конце концов, то есть люди не шибко образованные, но вот сейчас вот, у нас, знаете, несколько лет существует компания Postgres Professional, да, то есть там ребята работают, ну, по крайней мере, выпускники каких-то университетов. И, тем не менее, однако, у них тоже принято называть Postgres базой данных. А на самом деле еще третий термин, который тоже надо использовать правильно, система баз данных. Database System — Database System — это связка СУБД и базы данных. То есть когда есть кому работать и есть с чем работать, возникает система базы данных. Вот в этом курсе я термины строго различаю и вам это рекомендую делать, потому что, как бы, не убудет, а, по-моему, всегда лучше, чтобы тебя понимали гарантированно правильно в любом случае жизни. И чтоб не раздражать еще окружающих, ну, типа меня. То есть вот, по крайней мере, давайте в течение этого семестра при разговорах со мной говорить правильно. Значит, первая развитая файловая система была разработана специалистами компаний IBM в середине 60-х годов для тогдашней серии компьютеров IBM System 360. В этой файловой системе поддерживались как чисто последовательные, так и индексно-последовательные файлы. Реализация во многом опиралась на возможности тогда появившихся, только появившихся контроллеров управления дисковыми устройствами. Ну, контроллер, как вы понимаете, да, это, на самом деле, специализированный маленький компьютер, который в действительности, как бы, выполняет только запаянные программы, то есть программы, которые хранятся в ПЗУ, и вот интерфейс этих программ является интерфейсом контроллера. То есть, на самом деле, что касается самих дисковых устройств, то им абсолютно все равно. Дисковое устройство может читать и писать, начиная с одного байта и кончая вот стольким, сколько у него максимальное значение счетчика. Раньше это было 16 разрядов, сейчас, наверное, 32. То есть, на самом деле, много можно за один обмен записать. И вот контроллеры в IBM обеспечивали возможность обмена с дисковыми устройствами порциями данных производенного размера. И, кроме того, индексный доступ к файлам, то есть поиск записи по значению ключа, тоже поддерживался на уровне контроллеров диска. То есть, в действительности, индексные записи производились на то же место, где хранились данные на каждую дорожку в соответствующей индексной записи, если файл был индексно-последовательный. И вот эти функции контроллеров активно использовались в файловой системе Острис-60. Значит, на самом деле, я мог бы сейчас вам рассказать массу как бы нехороших вещей про файловую систему, как про файловую систему Острис-60, так и про всю эту операционную систему. То есть, на самом деле, это была не лучшая в мире операционная система, прямо так скажем, но она была первой, у которой была файловая система хоть какая-то. И при всех своих недостатках файловая система Острис-60 обеспечила будущих разработчиков уникальным опытом использования дисковых устройств с подвижными головками, которые отражаются во всех современных файловых системах на самом-то деле. Хотя они сделаны совсем не так, как файловая система Острис-60. Давайте мы сейчас коротко обсудим историю файловых систем, их основные черты и главные области разумного применения. То есть, начнем со структур файлов, потом поговорим про то, как устроены архивы файлов и именования файлов, как авторизуется доступ к файлам, как происходит синхронизация многопользовательского доступа, ну и где их разумно применять. Значит, я не буду говорить про, как уже сказал, про распределенные файловые системы, и не буду говорить про файловые системы с повышенной надежностью, потому что вся эта журнализация в файловых системах на самом деле, с моей точки зрения, довольно во многом отлукавого. Не буду даже об этом больше говорить. Структуры. Структуры файлов. Значит, практически во всех современных компьютерах, но немножко устарел этот абзац, основными устройствами внешней памяти являются магнитные диски с подвижными головками, и именно они служат для хранения файлов. Ну вот забавно, да, у меня вот сейчас вот два ноутбука, один одному, наверное, скоро будет 10 лет, другому полтора. Десятилетний с магнитным диском, таким с подвижными головками, двухлетний уже с SSD. Что самое забавное, что я не думаю, что Microsoft сильно переделывал файловую систему, хотя, конечно, ее следовало бы переделать. Значит, как я отмечал раньше, аппаратура магнитных дисков допускает выполнение обмена с дисками порциями данных произвольного размера, вообще говоря. Однако возможность обмениваться с магнитными дисками порциями, размер которых меньше полного объема блока дискового, в настоящее время в файловых системах не используется. Причем это на самом-то деле, по крайней мере, я это знаю, начиная с первой файловой системы Unix, то есть первой, то есть это, которая в конце 70-х годов появилась. Значит, почему так? Во-первых, считывание или запись только части блока не приводит к существенному выигра в суммарном времени обмена, как мы с вами уже убедились, а во-вторых, вот что уже как бы связано с операционными системами, если работать с частями блоков файловой системы, то для этого нужно обеспечивать буфера оперативной памяти соответствующего размера, а это существенно усложняет распределение основной памяти. То есть на самом деле вот одно из полезных знаний, которые должны будут у вас остаться после курса про операционные системы, это то, что распределение памяти порциями произвольного размера это очень дорого и неприятно, потому что рано или поздно любой алгоритм распределения основной памяти порциями произвольного размера приводит к внешней фрагментации памяти, то есть образуется много мелких свободных фрагментов, их совокупный размер может быть больше любого размера любого требуемого буфера, но можно его выделить только если произвести сжатие памяти, то есть подвинуть все фрагменты, чтобы образовался один большой фрагмент. Понятно, что когда выполняется сжатие памяти, нужно приостанавливать выполнение обменов в этом случае, а сама эта операция занимает много памяти, много времени. То есть на самом деле сжатие, это на самом деле интуитивно кажется, что это вещь очень противная. Но вот у меня один был как бы случай, когда я увидел, как это выглядит реально в жизни. Последней вот работой, на самом деле, видимо, это была последняя серьезная работа в Советском Союзе слэш России по созданию собственного компьютера. Делал ее, опять же, наш коллектив до того, как образовался системного программирования. Делался такой суперкомпьютер в 80-е годы, назывался «Электроника ССБИС». Делался он по образу и подобию американской системы Крэй-1. Но не так, как это делалось в случае IBM, когда у нас была единая серия, делалась по краденым этим чертежам и с краденным программом обеспечениям. Здесь заимствовались только идеи векторно-конвейерного процессора. По тем временам это была очень мощная машина. Она работала, опять же, по тем временам в 80-е год с частотой 100 МГц. Тогда это было очень много. Это была такая молотилка, то есть вычислительный процессор, который должен был именно работать на вычислительные задачи. А операционная система там была очень простая. Там не было виртуальной памяти в этой машине. То есть на самом деле там делался как бы многопрограммный режим за счет мультипрограммный режим за счет двух регистров. Это базовый адрес соответствующего раздела программы и длина этого раздела. Все. В этом диапазоне могла работать программа. Ну и естественно распределение памяти кусками произвольного размера приводило к тому, что там возникала фрагментация. Так вот было очень смешно видеть, как этот мощный вычислитель временами замирал. Замирал и ни на что не откликался. Это было на глаз видно. это очень мощные машины. А он в это время делал сдвижку памяти. То есть на самом деле распределение памяти это вещь такая. Кстати, по этому поводу не знаю как бы насколько это оправдано. Я всем говорю, что ребята, если вам хочется распределять память кусками произвольного размера, используйте метод близнецов. Потому что там распределяется память кусочками, которые ближайшие сверху степень двойки к нужному размеру куска. И там нет внешней фрагментации, вообще почти что нету, за счет внутренней фрагментации. То есть в этих кусочках память пропадает. Но внутренняя фрагментация не так противна, как внешняя. Ее хоть не видно. по этому поводу во всех современных файловых системах, начиная с файловой системы, тут я назову имя деятеля из области Юникса, Маршал Маккусик. Это человек, который в 80-е годы был одним из ведущих членов БСД, группы Юникс БСД. И он в 84-м году выпустил Fast File System, который является парообразом всех современных файловых систем. На самом деле, вот если вы не знаете про Fast File System, очень советую узнать. То есть это достаточно в гугле набрать. Так вот, во всех современных файловых системах явно или не явно выделяется уровень, который обеспечивает работу с так называемыми базовыми файлами, которые представляют собой наборы блоков, последовательно номеруемых в адресном пространстве файла и отображаемых на физические блоки файла. То есть вот такая вот корзиночка. Вот это логическое представление файла, как последовательность блоков от 1 до 1, и каждый блок отображается на какой-то блок диска. Размер логического блока файла совпадает с размером физического блока диска или кратеному, и обычно размер логического блока выбирается равным размеру страницы виртуальной памяти, которая поддерживается аппаратурой компьютера совместно с операционной системой. В некоторых файловых системах, я пример сейчас скоро приведу, базовый уровень был доступен пользователю, и, кстати говоря, это иногда очень полезно, когда человек имеет доступ к такому представлению для некоторых видов структур памяти, но я потом об этом скажу попозже. Но чаще он прикрывался некоторым более высоким уровнем, который стандартный для пользователя. Значит, исторически по этому поводу имеются два основных подхода. Первый подход идет от IBM, от файловой системы IBM, и поддерживается в частности в операционной системе, интересно, оно существует еще, Hylod Packard, OpenAVMS. Значит, в этом случае пользователи представляют файл как последовательность записей. Каждая запись это последовательность байт, которая имеет постоянный или переменный размер. Можно читать или писать записи, либо последовательно, либо позиционировать файл на запись с указанным размером, как угодно позиционировать с указанным номером. В некоторых полях, в некоторых файловых системах допускается структуризация записей на поля и объявление некоторых полей ключами записи, и тогда файловая система может потребовать выборку записи из файла по ключу, но не так, как это делалось в IBM за счет структур дополнительных, которые на уровне как бы диска хранятся во внешней памяти, а файловая система отдельно поддерживает в базовом файле дополнительные структуры данных, невидимые пользователи, которые для индексации служат. Обычно это основывается либо на технике хеширования, но про хеширование я вам порассказываю, только уже, наверное, ближе к декабрю где-то, и Б-деревьев. Про Б-деревьев, кстати, тоже обязательно порассказываю. Значит, существуют так называемые многоключевые способы организации файлов, когда у одного файла объявляется несколько ключей, и можно выбирать записи по значению каждого ключа. Второй подход, который получил распространение вместе с операционной системой Unix, состоит в том, что любой файл представляется как непрерывная последовательность байт, иногда это называют почему-то потоком байт, хотя это, конечно, не поток, это именно последовательность байт, из каждого файла можно прочитать указанное число байт, начиная либо с его начала, либо предварительно выполнив позиционирование на байт с указанным номером. Кстати, уж извините, но я не буду говорить Linux, потому что для меня Linux это один из Unix, в общем-то, и не важно, что это свободная система. Аналогично можно записать указанное число байт либо в конец файла, либо сначала выполнив позиционирование. Тем не менее, скрытым от пользователя, но существующим во всех разновидностях файловой операционной системой Unix являются базовые блочные представления файла. Конечно, вот эти два вида представления, они как бы не полностью противоречат одно другому, всегда можно обеспечить библиотеку, которая приводит одно представление к другому представлению. Вот пример, который я в свое время был просто удивлен, насколько им получилось хорошо это сделать, это эмуляция файловой системы Unix в среде OpenVMS. То есть, на самом деле, это делается, это можно сделать, и то есть, на самом деле, они в свое время, даже когда VMS еще принадлежал компании, к сожалению, ныне покойной Digital Equipment, DEC, у них уже тогда была эмуляция среды POSIX, всей среды Unix, очень хорошая, то есть, на самом деле, можно было работать в VMS практически как в Unix. И нам иногда приходилось это делать. Теперь именование. Значит, во всех современных файловых системах обеспечивается многоуровневое именование файлов за счет наличия во внешней памяти каталогов, то есть, это специальных файлов, дополнительных файлов со специальной структурой. Ну, вот картинка тут показана, то есть, каждый каталог содержит имена каталогов и или файлов, которые хранятся в этом каталоге. Ну, как видите, вот root хранит значит, имена каталогов соответственно BIN, STAT, SKULL и USR. STUT, это промежуточный каталог, который хранит имена каталогов G1311, G5421. Этот каталог пустой, а в этом есть два еще каталога, тоже пустых, Иванов, Иванов, Петров. Значит, таким образом, полное имя файл состоит из списка имен каталогов, например, вот так вот, slash root, school, slash school, slash 10987, slash sidorov, slash kuku. Вот такая цепочка имен. Значит, понятно, что использование многоуровневой схемы именований файлов обеспечивает несколько преимуществ, основным из которых является простая и удобная схема логической классификации файлов и генерации их имен. То есть, на самом деле, когда файлов возникает много, конечно, без этого обойтись трудно, даже когда ты работаешь на компьютере в одиночку, персонально. То есть, на самом деле, когда ты работаешь один, то, видимо, редко требуется больше, чем три, но максимум четыре уровня в иерархии. Но если много народу, то, конечно же, гораздо больше, если это многопользовательская система. Значит, можно сопоставить каталог или цепочку каталогов с пользователем, с подразделением, проектом и так далее, и после этого образовывать в каталоге файлы или каталоги, не опасаясь колитий с именами других файлов или каталогов. То есть, на самом деле, это хорошая штука. Значит, разница между способами именований файлов в разных файловых системах состоит в том, с чего начинается эта цепочка, что такое root. Значит, в любом случае понятно, что это первое имя должно соответствовать корневому каталогу файловой системы. Весь вопрос в том, где искать этот корневой каталог, когда файловая система начинает поиск файла. В связи с этим есть два радикально различных подхода. Во многих системах управления файлами, наверное, сейчас это практически во всех системах, я не знаю других из числотек, которые живые, требуется, чтобы каждый архив файлов, то есть, полное дерево каталогов, целиком располагалось на одном дисковом пакете или логическом диске. Значит, логический диск это partition, то есть, раздел физического дискового пакета, который логически представляется в виде отдельного диска с помощью средств операционной системы. То есть, на самом деле, partitioning для дисков это некоторый первый шаг к виртуализации такой, то есть, на самом деле, кусочек реального диска представляется выше, как отдельный диск. Значит, в этом случае полное имя файлов начинается, любого файла начинается с имени дискового устройства, на котором соответствует, до которого установлен соответствующий диск. Значит, этот способ, опять же, происходит от IBM, он использовался в DEC, а у них было две в DEC операционных системы, это RSX, которая использовалась на машинах серии PDP-11, и VMS, которая происходит от компьютеров VAX-11. Значит, очень близки к этому и файловые системы, которые реализованы в операционных системах компании Microsoft. ровно во всех. Я называю вот такую организацию поддержкой изолированных файловых систем. То есть, сколько дисков, сколько логических дисков, столько файловых систем со своим корнем. Второй подход это файловые системы, системы Maltex. Я просто хочу вам их сайт показать, потому что Maltex это великая операционная система, и вот на этом сайте вот здесь есть статьи, которые на самом деле любому человеку, которого интересуют операционные системы, хотя бы разочек прочитать надо. То есть, на самом деле, когда-то, когда я только начинал работать, как вы видите, они все были опубликованы еще в конце 60-х годов фактически. Это было мое учебное чтение по поводу операционных систем, и оно дало мне очень много. Видите, они все в нормальном виде, нормально читаются, так что я очень сильно рекомендую почитать, и чтобы то, что я говорю, у вас осталось. Значит, в файловой системе Maltex почему я эту файловую систему вообще вам представляю, потому что Maltex это была операционная система, которая опередила свое время лет так, наверное, на 20. То есть, у нее были замечательные идеи, от которых отказались Деннис Ричи и Кен Томпсон для того, чтобы им дали делать Unix. То есть, они были разработчиками Maltex в свое время, до того, в начале карьеры. Maltex закрыли, потому что система была слишком сложная для конца 60-х годов. Проект ввелся университетом, сейчас не могу все вспомнить, но неважно. Главное, что он был таким консорциумом, который, в частности, и от АТИТ там участвовала компания, где работали соответственно Ричи и Томпсон. И вот их от этого проекта отстранили, закрыли, и они вымолили себе возможность сделать простенькую операционную систему Unix. И я не буду сейчас об этом больше говорить, но интересно, как в истории Unix, эту историю продолжил, естественно, Linux, постепенно вырисовываются черты Maltex, до сих пор раньше. То есть уже времени-то прошло, бог знает, сколько лет. То есть это великая операционная система, на самом деле. Так вот, в этой файловой системе пользователям обеспечивалась возможность предоставлять всю совокупность каталогов и файлов в виде единого дерева. Полное имя файла начиналось с имени корневого каталога, и пользователь не был обязан заботиться об установке на дисковое устройство каких-либо конкретных дисков. Система сама, выполняя поиск файла по имени, запрашивала у оператора установку необходимых дисков. Вот такую систему можно назвать полностью централизованной. То есть как бы все, что есть на компьютере, связано в одну такую иерархию. Централизованные файловые системы во многом удобнее изолированных, потому что рутинную работу может выполнять сама система. Во-первых, если диски съемные, то она заботится о том, чтобы были установлены диски, которые сейчас нужны. Она выполняет распределение памяти равномерное на всех возможных дисковых носителях. тут нет тогда собственной дисковой памяти. Она вся общая. И на самом деле резервное копирование то, я не знаю, как у вас пока никак. Я не знаю сейчас ни одной организации, в которых на самом деле поддерживалось бы нормальное резервное копирование с рабочих станций. то есть на самом деле это беда и конечно резервное копирование обязательно нужно, потому что данные это самое ценное, что есть. Вот еще одна конечно очень мощная вещь, это иерархическая поддержка иерархии. То есть в Малтиксе система сама могла переместить файл с диска на магнитную ленту, если файл очень давно не используется. Если он снова потребовался, его можно было назад переместить на диск. Но в таких системах возникают проблемы. Например, очень трудно перенести на другую вычислительную установку какое-то под дерево файловой системы. Потому что логически оно под дерево, а физически оно все разбросано по разным носителям, по разным дискам. Для этого требуется специальная утилита, которая собирает все объекты под дерево на одном внешнем носителе, которые не входят в состав штатных устройств системы. И даже при наличии такой утилиты выполнение процедуры физической сборки требует существенного времени. Когда-то мы с этим столкнулись на практике. Была у нас такая работа, длинная достаточно, вычислительный комплекс АС-6. Делался специально. Одним из его заказчиков был Центр управления космическими полетами для полета ЭПАС Аполлон-Союз в конце 70-х годов. И для этого самого центра, то есть для этого полета было сделано три центра управления полетами. Основной, вот тот, который и сейчас работает в Королеве, в Подлибках, в Болшево, там неподалеку, был военный вычислительный центр, он был дублирующим, и в Москве на Калужской в Институте прикладной математики. Три центра. Значит, наши очень старались перед американцами не опозориться, и между этими тремя центрами была проложена, это в конце 70-х годов, проложена выделенная сеть, но только не оптоволоконная, тогда оптоволокна не было, я не знаю, на каких физических она была принципах, но факт, что на ней был впервые вообще в Советском Союзе реализован протокол X-25 передач пакетов, то есть на самом деле по тем временам это была очень хорошая такая выделенная сеть для того, чтобы, а задача была синхронизовать просто данные на этих трех центрах, чтобы, если что случится, каждый мог подхватить управление полетом. Все было сделано прекрасно, но как свойственно Советскому Союзу, и как мы очень удачно это унаследовали в нашем независимом российском государстве, что ни черта не работало, то есть совсем. Поэтому для того, чтобы как-то полет можно было проводить, была встроена другая связь, как гораздо более русская. Был взят автомобиль ГАЗ, посажен солдат, и солдат ездил по треугольнику вот так, по кругу, непрерывно, с остановками в каждом центре. Приезжал, брал изменения на магнитную ленту, которые ему должны были подготовить, да, отдавал изменения, которые привез, ехал дальше, отдавал, какие привез, брал изменения, ехал дальше, и так непрерывно. Вот оказалось, а у нас была файловая система, которая была сделана по принципам Малтикса, вот такая, полностью централизованная. Оказалось, что мы никак не успеваем сделать ему этот самый пакет изменений за время его объезда. То есть, нам пришлось просто моментально на коленке делать утилиту, которая позволяла бы заранее собирать нужные файлы в физически как бы отдельное место. То есть, чтобы это была отдельная работа, это не входило в состав файловой системы на самом деле. Компромиссное решение, которое на самом деле мне тоже не очень нравится, не буду говорить почему, применяется в операционной системе Unix, файловой системе. Значит, на базовом уровне здесь поддерживаются изолированные архивы файлов, но один из этих архивов объявляется на стадии генерации системы корневой файловой системой, ну вот этот. И после запуска операционная система знает, на каком дисковом устройстве располагается корневая файловая система. После запуска системы можно выполнить операции mount, ремонтировать к этой корневой файловой системе одну или несколько отдельных дополнительных файловых систем. Технически это делается путем создания корневой файловой системы точек монтирования, специальных пустых каталогов и специальный системный вызов mount, операционная система Unix, позволяет подключить к какому-то из этих каталогов корневой каталог указанного архива файлов. После этого корневой каталог приобретает имя каталога точки монтирования и именование файлов после конца монтирования производится так, как если бы она с самого начала была централизованной. Поскольку обычно все это монтирование делается при обработке стартового файла операционной системы командного файла, то пользователи обычно и не задумываются насчет того, что с самого начала эта файловая система не была собранной. Кроме того, есть системный вызов ум-mount, не unmount, а ум-mount, который позволяет отторгнуть ранее примонтированную файловую систему, если нужно, например, ее сейчас администрировать. Конечно, это заметно облегчает перенос частей файловой системы на другие установки. А не нравится, чтобы вас не интриговать, мне то, что вот это надо повторять каждый раз при запуске системы. В одной из своих операционных систем мы придумали, как это можно сделать получше, но это уже как бы не относится к курсу про базы данных. Теперь авторизации доступа. Ну, понятно, да, что для того, чтобы система могла определить, правомерно ли какой-то человек пытается обратиться к какому-то файлу через свою программу, нужно выполнять два действия. Первое это аутентификация, то есть проверить, что он именно тот, за кого себя выдает. И второе это авторизация, то есть проверить, имеет ли право вот тот человек, которого мы уже проверили, что он такой и есть, делать то, что он хочет. Значит, на самом деле, конечно же, авторизация без аутентификации это вещь достаточно бессмысленная, а насчет аутентификации я ничего говорить не хочу, потому что аутентификация, с моей точки зрения, это болевая точка любой информационной безопасности, и один из моих друзей, который много лет занимался информационной безопасностью, в конце концов пришел к выводу, что единственная гарантия информационной безопасности, это обеспечение организационной безопасности. То есть, на самом деле, хорошие охранники должны быть, и они должны проверять все, что нужно, и без этого все равно никакой аутентификации ты не обеспечишь. Действительно, смотрите, понятно, что парольная защита работает только тогда, когда на самом деле никому тебе данные не нужны. То есть, если они кому-нибудь нужны, то длина ключа, которая шифруется в пароле, она растет быстрее, то есть, медленнее растет, чем увеличивается скорость компьютеров, которые взламывают ключи, взламывают это шифрование. Значит, дактилоскопическая аутентификация, она, по-моему, себя не оправдала с самого начала, подделывается элементарно. То есть, то, что мы до сих пор имеем на телефоне, это баловство на самом-то деле. Значит, отпечаток сетчатки, я не знаю, слава богу, меня никто не просил предъявить отпечаток сетчатки до сих пор, но есть у меня подозрение, что если это будет распространено, то умельцы придумают, как подделать отпечаток сетчатки. Биометрическая эта вся аутентификация это очень хорошее поле для зарабатывания денег. То есть, там много чего можно делать, конечно же, и по форме щек, и по форме подбородка, и по походке, все, что хочешь, можно придумать, конечно же, но мне кажется, что там сложность, она тоже не оправдает надежности. Так что, про аутентификацию я всегда говорю так, я не знаю, как обеспечивать аутентификацию, но поскольку не должен обсуждать правила игры, будем считать, что аутентификация надежно обеспечивается. Тогда авторизация. Значит, в общем случае подход состоит в том, что для каждого зарегистрированного пользователя и для каждого существующего файла файловой системы нужно указать действия, которые, выполнение которых над данным файлом данному пользователю разрешено или запрещено. Вот это так называемый мандатный способ защиты. То есть, у каждого человека, у каждого потенциального пользователя есть мандат, в котором написано, может он работать, делать то, что хочет, с данным файлом или не может. Значит, ну, понятно, да, для того, чтобы обеспечить мандатную защиту, нужно, чтобы у каждого файла хранился так называемый Excess Control List, то есть, это список пользователей, которым разрешено с ним что-то делать, и для каждого пользователя перечисляется то, а что он может делать с ним. Это применение мандатного способа авторизации влечет за собой существенные накладные расходы из-за потребности в хранении избыточной информации, и, ну, понятно, да, что вот списки вот эти вот, они произвольные длины, и поиск по спискам, он тоже всегда довольно накладный, требует накладных расходов для проверки правомощности доступа. В большинстве современных систем управления, по крайней мере, файлами, по крайней мере, в обычном режиме, который для несекретных организаций предназначен, используется упрощенный подход к авторизации доступа, который называется дискреционным, значит, в этом случае с каждым зарегистрированным пользователем связывается пара целостичных идентификаторов, только не надо мне говорить, да, что групп может быть несколько и так далее, в самом простом случае идентификатор группы и его собственный идентификатор, этими же идентификаторами снабжается каждый процесс, который запущен от имени данного пользователя, и имеющий возможность обращаться к системным вызовам файловой системы, при каждом файле хранится полный идентификатор пользователя, то есть собственный идентификатор и идентификатор группы, и отмечается, что может сделать он сам, что может сделать пользователи его группы, и что могут сделать все остальные. объекты, три действия, чтение, запись выполнения. Легко видеть, что в результате нужно для того, чтобы вот это вот сохранять всего 9 бит, по 3 бита на каждую категорию, ну и плюс еще 2 целых числа. При проверке, когда-то восстанавливалось, было соревнование, кто напишет программу с меньшим числом команд, по заданному идентификатору проверки, можно ли выполнить заданные действия. Так вот рекорд был 14 команд. Это, по-моему, для PDP-11. То есть очень как бы быстро это делается, и в большинстве случаев это удовлетворительно, такой контроль. Он, по крайней мере, это работает не для борьбы с злоумышленниками, а для борьбы с неаккуратностью. То есть вот, а все-таки это гораздо чаще. данные страдают гораздо больше от неаккуратности, чем от всяких зловредных действий на самом-то деле. Ну и, наконец, многополитический доступ. Значит, если операционная система поддерживает многополитический режим, а на самом деле практически все операционные системы его поддерживают, даже те, которые работают на персональных компьютерах, может возникнуть ситуация, когда два или большее число пользователей или процессов одновременно пытаются работать с одним и тем же файлом. Понятно, что если все они собираются файл только читать, то нет проблем, это можно делать как угодно параллельно, но если хотя бы один из них будет файл изменять, то для корректной работы всей группы требуется синхронизация. То есть нельзя читать изменяемый файл, и тем более нельзя файл параллельно изменять. Обычно в файловых системах используется такой подход, это классика просто. В операции открытия файла, это первая обязательная операция, с которой начинается сеанс работы с файлом, среди прочих параметров указывается режим работы, чтения или изменения. Если к моменту выполнения этой операции от имени некоторого процесса А, файл уже открыт некоторым другим процессом В, причем существующий режим открытия не совместим с требуемым режимом, но совместимы только режимы чтения, то в зависимости от особенностей системы, либо первому процессу сообщается, что его системный вызов выполнить невозможно, это обычно такой как бы флаг No Wait, то есть скажи сразу, если нельзя, либо этот процесс блокируется до тех пор, пока процесс В не выполнит операцию закрытия файла, не перестанет с ним работать. Ну, да, для файлов понятно, что, поскольку, вот, что существенно про файлы, что файловая система никогда не знает, для чего этот файл, что у него внутри сидит, поэтому на самом деле, как бы, вот этот режим обеспечения блокировки файла целиком, он естественный для файлов, как бы, другого тут ничего не придумаешь. Посмотрим, как файлы можно разумно применять. Я это, как бы, распишу на примере, который мне ближе всего, то есть, это такой цикл работы программиста, то есть, на самом деле, чаще всего файлы в этом случае используются для хранения текстовых данных, это документы, там, инструкции какие-нибудь, описания, текстопрограммы и так далее. Вот такие текстовые файлы обычно создаются и модифицируются с помощью различных текстовых редакторов. Редакторы могут быть очень простыми, такими, как самый примитивный редактор ЕД в мире Юникса, редактор, который может работать на любом терминале. Когда-то мне доводилось работать на редакторе ЕД вы не представите, вы даже не знаете, как это выглядит на телетайпе. Это устройство, которое вообще изначально было для обвода телеграмм и получения телеграмм по телеграфным линиям сделано. Значит, это могут быть утилиты редактирования FarManager, WordPad или другие какие-то интерактивные среды Windows. Они могут быть сложными и многофункциональными. синтактически ориентированными. Такими, как, например, GNUIMOX. Из вас кто-нибудь сейчас работает на IMOX? Ну, вообще-то редактор хотя бы исторически представляет очень большую ценность, потому что это первая большая работа была Ричарда Столмана. И вы же знаете, по крайней мере сейчас знаете, что он выходят из М.И. То есть, на самом деле он занялся фри-софт-вэ будучи сотрудником лаборатории искусственного интеллекта в М.И. Читатском технологическом институте. Ну, а американцы, искусственный интеллект американцев, он отличается от искусственного интеллекта европейцев, по крайней мере, в то время. Европейцы исторически любили, те, которые из области искусственного интеллекта, любили использовать в качестве основного языка пролог. Пролог и все что вокруг. То есть, декларативные языки, которые к категории логического программирования относятся. В этом есть, конечно, некоторая суть, смысл, потому что задачи искусственного интеллекта, они лучше описываются таким декларативным образом. американцы исторически всегда использовали ЛИСП. ЛИСП и вокруг него. Я не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, когда Ричард начинал заниматься имаксом, он начал с того, что он сделал свой собственный диалект ЛИСПа, написал для этого диалекта свой интерпретатор, на Хи, конечно же, после чего весь остальной редактор был сделан на ЛИСПе, на своем собственном. То есть, какой основной гешафт от этого, от того, что это ЛИСПовский редактор, что его можно расширять, не выходя из редактора. То есть, вы можете дописать новую функцию в редакторе ЛИМАКС и немедленно подключить ее к ИМАКСу. Вы можете, не выходя из ИМАКСа, определить функциональную клавишу новую, например. РИЧАРД, конечно же, вот по крайней мере, когда я видел его первый раз, а это было, наверное, в 91-м году, он был совершенно тогда сдвинут на ИМАКСе. ИМАКС тогда у него умел уже работать, в частности, с почтой, то есть, не выходя из редактора, можно было почту принимать и посылать. И вот, он приехал, мы тогда, как бы, у нас штаб-квартира была на улице Куусинена в Институте в Московском Институте научно-технической информации в МЦНТИ. И первым делом он сказал, что мне нужен ноутбук. Вот сейчас бы, конечно, люди бы смеяться стали, что за деятель такой приехал без своего ноутбука. А тогда не было принято особенно возить с собой ноутбуки. А сами понимаете, что в 91-м году, вы можете представить себя, в Советском Совете, в России, да, уже в России, ноутбук было найти не так уж просто. Так что мы некоторым вроде стали на уши, чтобы найти Столману ноутбук. Но нашли, нашли ноутбук, поставили Юникс, поставили Имакс, после чего он застрял на несколько часов, потому что, пока он сюда летел, у него накопилось слишком много почты. И в какой-то момент он должен был у нас читать, не читать, а типа лекции, да, про, он же тогда уже был проповедником, на самом деле, то есть про гноу он тогда уже любил говорить. И вот ему нужно на сцену выходить, а нету этого самого Столмана. В общем, пошли его искать, оказалось, что он в глубокой тоске сидит в комнате с этим ноутбуком, и у него всегда были длинные волосы, в руке у него ножницы, и он по одному волоску себя отстригает. Вы спросили, что случилось, Ричард? Он говорит, интернета нет. Вот, ну, 91-й год, но сами понимаете, интернет в России только появился вообще. То есть мы и так, в общем, подняли на уши весь российский интернет того времени, чтобы Столмана удовлетворить. Так что он, конечно, евангелист, но человек не очень простой. Ну, кстати говоря, вот, насколько я слышал, я вообще-то сам имакс не люблю, но мне говорят, что теперешний имакс стал гораздо более легким, чем был когда-то. То есть он нормальный редактор, который управляется мышью и не так уж там много нужно и знать, чтобы с ним работать. Но, тем не менее, какой бы редактор не использовался, обычно структура текстовых файлов очень проста с точки зрения файловой системы. Либо это последовательность записей, которые содержат строки текста, либо последовательность байт, среди которых встречаются специальные символы, символы конца строки. Конечно, сложность логической структуры текстового файла определяется текстовым редактором, но в любом случае файловая система не знает, как устроена структура текстового файла. Значит, если файл содержит текст программ, то, конечно же, они используются такие файлы, как входные файлы компиляторов, и, конечно же, чтобы правильно воспринять текст программы, компилятор должен понимать логическую структуру текстового файла, а компиляторы в свою очередь формируют файлы, содержащие объектные модули. С точки зрения файловой системы объектные файлы тоже обладают очень простой структурой. Это последовательность записи или байт. Система программирования накладывает на такую структуру более сложную и специфическую для этой системы логическую структуру объектного модуля. Я не знаю, какая сейчас структура объектного модуля в том же самом Linux, но долгое время стандартом Unix был COF, Common Object File Format. Это достаточно простая организация структуры для объектных модулей, сегментная такая, понятная, но самое главное, что в действительности файловая система ее тоже не знает. Эта структура поддерживается инструментами системы программирования, то есть компилятор должен произвести ее и соответственно редактор связи должен понять, если он хочет связать несколько объектных файлов. То есть редактор связи должен понимать логическую структуру файлов объектных модулей и понимать структуру файлов типа .exe, которые содержат выполняемые программы. Обычно она такая же, как объектные модули. Логическая структура таких файлов остается известной только редактору связи и загрузчику программе операционной системы. То есть картинка получается вот такая. Как устроен текст программы должны знать текстовый редактор и компилятор. Как устроен объектный модуль должны знать компилятор и редактор связей. как устроен файл выполняемой программы должны быть редактор связи и загрузчик. Ситуация аналогична в других случаях, в других сценариях использования. Например, при создании использования аудиофайлов, имидж и образов разнообразного вида, видеофайлов и так далее. Там другие программы обработки, но как бы суть, что знать надо только им. То есть файловые системы обычно обеспечивают хранение слабо структурированной информации. Слабо структурированной в том смысле, что структура определяется теми программами, которые используют эти файлы. И дальнейшую структуризацию прикладные программы сами делают. В тех случаях, которые мы с вами посмотрели сейчас, это даже хорошо, потому что если используется файловая система, то при разработке любой новой прикладной системы, опираясь на простые, стандартные, сравнительно дешевые средства файловой системы, можно реализовать те структуры хранения, которые наиболее точно соответствуют специфике прикладной области. То есть на самом деле самое главное, что в файлах хорошо, это то, что файловые системы простые, они не требуют больших накладных расходов и что они дешевые, то есть на самом деле их не надо специально сопровождать, их не надо специально обновлять и так далее, все это часть операционной системы и так так. Интересно, удовлетворяют ли эти возможности файловых систем потребностям информационных систем. Как мы с вами уже говорили, типовая информационная система ориентирована на хранение выбор и модификацию данных соответствующей прикладной области. А прикладные области какие? банковское резервирование разного рода и так далее. Структура данных в этих прикладных областях может быть часто очень сложна и хотя структуры данных в разных информационных системах могут быть разными, между ними часто бывает много общего. Вот на начальном этапе, до того, как собственно появилась технология СУБД, использовалась вот такая вот схема. то есть для каждой информационной системы на ее интерфейсе с файловой системой делалась вот такая вот надстройка для структуризации данных и для каждой информационной системы структуризация данных решалась по-своему. Фактически информационная система делалась так, как делаются сейчас компиляторы, редакторы связи и так далее. То есть библиотека специальная программа, которая обеспечивает интерфейс повыше уровнем с файловой системой, обеспечивает то представление данных, которое соответственно нужно этой программе. Но поскольку для функционирования информационных систем требуются сложные структуры данных, вот эти дополнительные индивидуальные средства управления данными являлись существенными частями информационных систем и практически повторялись от одной системы к другой. То есть на самом деле получалось, что нужно каждый раз фактически заново собирать велосипед. Стремление выделить общую часть информационных систем, которые отвечают за управление сложно структурированными данными, явилось первой побудительной причиной создания СОБД. то есть вот такая вот картиночка. Есть несколько информационных систем, есть некая общая библиотека структуризации данных, есть файловая система, и они через нее, через общую библиотеку с файловой системой работают. Однако очень скоро стало понятно, что такой архитектурой обойтись невозможно. То есть недостаточно иметь общую библиотеку, которая обеспечивает более сложные методы хранения данных, чем файловая система сама. Давайте вот это на примере рассмотрим. Это пример на самом деле сквозной. То есть я буду его немножко как бы менять раз от разу, но в принципе это все на одном и том же. Это служащие, отделы, менеджеры отделов и так далее. Значит, для начала мы будем заниматься информационной системой, которая должна поддерживать учет служащих некоторой организации. То есть, ну, наверное, это система, которая должна работать в отделе кадров. Значит, система должна выполнять следующие действия. Это выдавать списки служащих по отделам, поддерживать возможность перевода служащего из одного отдела в другой, обеспечивать средства приема, средства поддержки приема на работу новых служащих и увольнение работающих служащих. Кроме того, для каждого отдела должна обеспечиваться возможность получения имени руководителя отдела, общей численности отдела, общей суммы заработной платы служащих отдела, среднего размера заработной платы и так далее. Для каждого служащего должна поддерживаться возможность получения номера удостоверения по полному имени служащего. Я пока буду предполагать, что имена всех служащих различны. И вообще не буду разбивать имя на фамилию, отчество и так далее. Имя есть имя. Строка. Должна быть возможность получения полного имени по номеру удостоверения. Должна обеспечиваться информация о соответствии служащего занимаемой должности и о размере его заработной платы. Значит, предположим, что мы решили основывать эту информационную систему на файловой системе и пользоваться одним файлом служащей. Соответственно, расширив базовые возможности файловой системы за счет специальной библиотеки функций. Значит, минимальной информационной единицей при такой вот схеме является служащий. И в файле должна поэтому содержаться одна запись для каждого служащего. Логическая запись. То есть, как бы, набор данных, которые дают информацию о служащем. Вот чтобы можно было удовлетворить те требования, которые были на предыдущем слайде, информация о служащем, то есть запись о служащем должна содержать следующие поля. Значит, полное имя служащего, будем называть это поле СЛУ-имя, номер удостоверения, СЛУ-номер, данные о соответствии служащего должности занимаемой, СЛУ-статус, для простоты да или нет, соответствует должности, а не соответствует должности. Размер заработной платы, СЛУ-зарп и номер отдела, СЛУ-от-номер. Значит, поскольку мы решили ограничиться одним файлом служащие, то в этой записи должно содержаться еще и имя руководителя отдела, СЛУ-от-рук, иначе бы нельзя было получить имя руководителя отдела с известным номером. Чтобы информационная система могла эффективно выполнять свои базовые функции, нужно обеспечить многоключевой доступ к файлу служащие по уникальным ключам СЛУ-имя и СЛУ-номер, потому что иначе бы для получения наиболее часто используемых операций, получения данных о конкретном служащем, требовался бы последовательный просмотр в среднем половины записей файла, то есть это дорого слишком было бы. И, кроме того, нужно еще обеспечить возможность эффективного выбора всех записей с одним значением СЛУ-от-номер, то есть для одного отдела получить все данные об его служащих, то есть доступ по неуникальному ключу. Понятно, да, что у служащего это неуникальная характеристика, он будет повторяться столько раз, сколько служащих в данном отделе. Потому что если не поддерживать специальный механизм доступа, то для получения данных об отделе в целом потребуется полный просмотр файла. То есть мы имеем вот такую вот картиночку, вот это вот поля записи, два поля являются уникальными ключами, одно поле неуникальным ключом. Но даже при такой организации, чтобы получить численность отдела или общий размер заработной платы отдела, система должна будет выбрать все записи от служащих этого отдела и посчитать соответствующие общие значения, агрегатные значения для отдела. Таким образом, мы видим, что при реализации даже такой простой информационной системы на базе файловой системы возникают следующие трудности. Во-первых, требуется создание достаточно сложной надстройки для многоключевого доступа к файлам. Второе, возникает избыточность данных. Для каждого служащего мы повторяем в файле имя руководителя его отдела. Для получения агрегатной информации о служащих отдела требуется выполнение массовой выборки и вычислений. Кроме того, если, например, в ходе эксплуатации системы потребуется обеспечить выдачу списков служащих, которые получают указанную зарплату, то придется либо при выполнении каждой такой операции просматривать файл целиком, либо нужно будет реструктуировать еще раз файл служащие, объявив ключевым еще и полис лузарф. А для этого нужно будет переписать библиотеку. Для улучшения этой ситуации можно было бы поддерживать два многоключевых файла – служащие и отделы. В этом случае в первом файле должны были бы содержаться только поля, которые соответствуют служащему. Это имя служащего, номер служащего, статус служащего, заработные платы и номер отдела служащего. Во втором файле должны содержаться только данные, которые соответствуют отделу целиком. В данном случае это номер отдела, номер удостоверения служащего, который является руководителем отдела, суммарная зарплата служащих этого отдела и размер отдела, сколько там служащих работает. То есть вот такая вот картиночка. Значит, в этом случае в файле служащих остаются два уникальных ключа слун имя и слун номер. В файле отдела возникает один уникальный ключ от номер. Нам достаточно этого, чтобы все, что нужно, получить. И вот если ввести такие два файла, то большинство неудобств, которые я перечислил, можно было бы преодолеть. Значит, каждый файл содержал бы не только недублируемую информацию, но не возникало бы и необходимости в динамических вычислениях суммарной информации по отделам. Но вот при таком переходе информационная система должна была бы обладать некоторыми новыми особенностями, которые сближали бы ее с СУБД. Ну, наверное, вот сейчас вот я закончу, потому что, наверное, так будет лучше. Потому что вот с этого я начну следующий четверг. На сегодня тогда все.